Приятные новости для родителей дошколят Заволжского, Дзержинского и Фрунзенского районов. Новые детские сады получили лицензии на право реализации программ дошкольного образования. Этот документ получают бессрочно, но каждые пять лет соответствующие органы проверяют исполнение лицензионных требований. Главное это обеспечение безопасности пребывания ребенка в детском саду. В один из них направилась Марина Смарагдова. В понедельник открылся после ремонта 125-й детский сад во Фрунзенском районе. Два с половиной месяца детское учреждение исправляло ошибки проектирования. А если проще, здесь расширяли дверные проемы и приводили их в соответствие с требованиями ПОЖ-надзора. Ширина эвакуационных выходов теперь укладывается в необходимые рамки 1 метр 30 сантиметров. У нас постепенный прием детей. Сегодня 150 человек детей. Родители уже в курсе, что детский сад открылся. Я думаю, что с каждым днем у нас дети будут пребывать. И детский сад в полном объеме, я думаю, что буквально через неделю уже начнет работать 330 человек. Вот на данный момент времени хочу вам показать ширину этих дверных проемов, которые соответствовало 0,73. Была до этого, после ремонта она соответствует, и метр 30 представляет себе. Всего пришлось расширить 24 двери. Лицензии на работу получили в понедельник еще два детских сада в Заворском районе, на улице Красноборской и в Дзержинском, на строителей. Они примут около 500 дошкольников. Комплектование этих детских садов мы уже начали. На улице Красноборской направлено в 150-й садик уже на сегодняшний день 230 человек и 250 человек распределены с электронной очереди в детский сад номер 2 в Дзержинском районе. Буквально через несколько недель все сады начнут работать с запланированной загрузкой. Малыши с трех лет практически все обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Между тем на подходе новое пополнение. Очередь тех, кто встал буквально сразу после рождения, уже приближается к 15 тысячам. Марина Смарагдова, Василий Мосин.